Новый салон Шторг Стерх на Карагандинской 72А, а в салонах на 8 марта 21 и на Пролетарской 25 приятные сюрпризы для покупателей. Тема и события вторника в программе «Наше время». Я Ирина Шмидт. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый поворот скандальной истории против директора Оренбургского санаторного дома детства возбуждено уголовное дело. Заслуженного учителя России, кандидата педагогических наук Валентину Тазикенову подозревают в финансовых махинациях и превышении служебных полномочий. Следователи уверены, казенная мама задолжала своим подопечным полтора миллиона рублей. Все подробности у Елены Кузнецовой и Станислава Доминова. Дому детства постоянно не хватало рабочих рук. По крайней мере, если верить документам, которые директор интерната подавала в службу занятости. В иные месяцы здесь требовались до 60 разнорабочих. Их нанимали. Правда, исключительно из числа воспитанников. Их труд оказался самым дешевым. Заработная плата воспитанникам детского дома и страховые отчисления не производились. Трудовые книжки на воспитанников не заводились, что послужило существенным нарушением прав и законных интересов воспитанников детского дома. Говорят, долгие годы в доме детства не было ни одного постоянного дворника. И вправду, зачем? Если воспитанники мыли, убирали и чистили сами. Здесь это называли подготовкой к будущей самостоятельной жизни. Сам интернат чуть ли не родным домом. А за уборку дома деньги вроде как и не положено платить. В общем, под флагом всей этой демагогии, по данным следствия, Валентина Тазикенова недоплатила собственным детям почти полтора миллиона рублей. Директор дома детства, мама, как ее называют воспитанники, на сей раз предпочла ссоры из избы не выносить. Нет у меня никаких комментариев, ничего нет. Не хотите вообще никак? Интересно, что ровно месяц назад эти же обвинения уже звучали в адрес заслуженного педагога. Тогда нарушение выявила прокуратура. И министр образования созвал пресс-конференцию, чтобы лично заверить, реакция на все грехи мамы будет жесткой. Будем решать вопрос о дальнейшем существовании Тазикеновой на посту этого детского дома. Сегодня Валентина Николаевна уже закрыла больничный и вновь приступила к работе. В министерстве говорить о судьбе ее и всего дома детства пока не готовы. Но главное кресло интерната может освободиться и без решения работодателя. Уж слишком серьезные подозрения имеют в Следственном комитете. Она подозревается в совершении ряда преступлений. Это превышение должностных полномочий, невыплата заработной платы и служебный подлог. Если дело дойдет до суда, заслуженному учителю России грозит до четырех лет лишения свободы. Елена Кузнецова, Станислав Доминов, «Наше время». Еще об одном громком деле. В Ташлинском суде сегодня вынесли приговор главе района Владимиру Сусликову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Как мы уже рассказывали с розчерка его пера, все ташлинские котельные вначале передали на баланс у ЖКХ, а после – частной фирме. При этом денег в котельные фирма не вкладывала. А вот район активно платил конторе из бюджета по весьма нескромным тарифам. Теперь подпись Владимира Сусликова уже не будет иметь такого веса. Главу приговорили к полутора годам условно и, главное, на три года запретили ему занимать руководящие должности. По другим новостям – восстание светофоров. В Оренбурге парализованы сразу восемь оживленных перекрестков. Всему виной неработающие механические регулировщики. Один за другим они начали отключаться еще в минувшую субботу. В результате без светофоров остались перекрестки улиц Советской, Рыбаковской, Цвилинга и Невельской, Терешково и Орской, а также участок на загородном шоссе возле торгового центра КИД. Разъехать с автомобилем там помогают люди в форме, однако движение все равно затруднено. Как нам сообщили в городском ГИБДД, за работу светофоров отвечает управление по организации дорожного движения. Туда уже направлены предписания, однако пока проблема не решена. Отключение вышеуказанных светофоров привело к тому, что начиная с марта месяца техническим обслуживанием ими не занимались. Поэтому они брошены на произвол судьбы. И ситуация складывается, она катастрофически растет. Родился в рубашке в Оренбурге 14-летний школьник едва не погиб в трансформаторной будке. Подростка ударила током, с ожогами его доставили в 4-ю городскую больницу. Все случилось накануне в центре города, на улице Чкалова, 25. По словам очевидцев, школьник забежал внутрь подстанции, когда играл в прятки со сверстниками. Как могла произойти трагедия и почему опасный объект оказался доступным для посторонних, пыталась разобраться Юлия Гафарова. Из этой двери вынесли, когда я подошла, мальчишка уже лежал вот здесь. Обгоревшая куртка была, обожженное лицо, волосы опаленные на голове, опаленные ресницы, вот так вот сожжена вся куртка от этого сильного удара тока. В общем, кое-как пытались его привезти, он в судорогах бился. О случившемся Ольге сообщили друзья ее сына. Женщина тут же выбежала на улицу и пришла в ужас. Никита был без сознания и едва дышал. Она вызвала скорую помощь, подростка доставили в 4-ю городскую больницу. Врачи сразу же заявили, школьник буквально родился в рубашке. Напряжение в этой подстанции 10 тысяч вольт. Выжать и уцелеть после такого удара током – просто чудо. Травма у него – это поражение ожог конъюнкции угла с первой степени, поражение электрическим током и электроожоги левой верхней конечности на уровне второй-третьей степени. Ребенку крупно повезло, потому что электроожоги в достаточно большом количестве случаев могут заканчиваться вплоть до ампутации конечностей. Трагедия случилась, когда школьники гуляли во дворе. В этой трансформаторной будке Никита решил спрятаться. Со слов очевидцев, подросток беспрепятственно проник внутрь. Почему этот опасный объект оказался доступным для посторонних, полицейские начали проверку. Они с друзьями играли в прятки, в ходе, когда прятались, залезли в электрощитовой подстанцию. Также со слов подростков стало известно о том, что данная подстанция не была закрыта. В эту будку давно дверь уже была открыта, как и звонки оказывается тоже поступали. Тем не менее, никто, как обычно, водится у нас, как обычно, не прореагировал вовремя, пока не случился какой-то случай несчастный. Тем временем энергетики уверяют обратное. Они в недоумении. Говорят подстанцию, проверяют регулярно. Двери всегда были надежно закрыты. Остается непонятным, как он смог проникнуть на наш объект, который по результатам обследования 8 октября 2012 года, дверь была закрыта, объект находился в состоянии удовлетворительном. Как такое вообще могло случиться и кто виноват, ответы будут искать полицейские. Между тем, подобные трагедии в России происходят довольно часто. Прошлым летом погибли дети в Тверской, Орловской и Ивановской областях. Они точно так же играли в открытых трансформаторных будках и почему-то даже не знали, что к подстанциям даже приближаться опасно. Юлия Гафарова, Владимир Семенов. Наше время. Случай, когда жертва электрического тока становится несовершеннолетней, в Оренбурге не первый. В июле прошлого года трагедия случилась во дворе жилого дома по улице Островского. Шестилетний мальчик схватился за оголенный провод, который валялся неподалеку от детской площадки. В итоге ребенок пережил клиническую смерть, несколько часов был в коме и просто чудом остался жив. Сейчас его мама требует возместить моральный ущерб – 1 миллион рублей. Дело рассматривают в Центральном суде. Решение, возможно, вынесут уже в эту пятницу. Убили, чтобы забрать автомобиль. В Сорочинском районе задержаны двое молодых людей, которых подозревают в убийстве таксиста. Напомню, тело 29-летнего мужчины обнаружили 14 апреля на въезде в Подгороднюю Покровку. Рядом нашли его автомобиль. Как установили следователи, накануне вечером погибший подвозил двух молодых людей. Они были пьяны и решили отобрать машину у ее владельца. Водителя сначала пытались задушить, после несколько раз ударили камнем по голове. Он умер на месте. Угнать авто злоумышленникам не удалось. Пытаясь убежать, мужчина выбросил ключи от машины. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Валерий Сазыкин завтра лишится депутатского мандата. Вопрос будет внесен в повестку очередного заседания законодательного собрания. Об этом заявил сегодня председатель ЗАГСОБа Сергей Грачев. По его словам, Сазыкин признан виновным в растрате с использованием служебных полномочий. Депутатов судимостью в областном парламенте быть не может. Таков закон. Впрочем, уже нашлись желающие его оспорить. Юристы некоторые вдруг решили на этом, я так понимаю, подзаработать или еще что-то. Значит, подают заявление в суд, что у нас закон о статусе депутата не соответствует федеральному. А признание этого закона недействительным. Неважно, какое дальше будет принято решение, на сегодняшний день он никакое обращение в суд не может отменить действия сегодняшнего закона. Поэтому этот вопрос в повестке дня будет включен и решение будет приниматься. Вообще, очередное заседание обещает быть напряженным. Скорее всего, оно продлится два дня. В повестке много вопросов, которые наверняка вызовут массу споров. Например, проект закона «Дети войны». По словам Сергея Грачева, он еще сырой, его стоит доработать на федеральном уровне. Необходимо решить, кто имеет право получать дополнительную пенсию, в каком размере. А самое главное, нужно выяснить источники финансирования. Потому завтра проект закона «Дети войны» рассмотрят, но, скорее всего, отклонят. Комитет сквозь слезы, что называется, но приняли решение отклонять его сейчас. И при необходимости после принятия федерального закона вносить уже в соответствии с федеральным другие предложения. У кого больше? Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах. Не остались в стороне и народные избранники от Оренбургской области. Информация о том, кто и сколько заработал в прошлом году, размещена на официальном сайте Госдумы. Похоже, не самым удачным 2012-й стал для Сергея Петрова. Ему удалось положить в свой кошелек всего два с небольшим миллиона рублей. Его супруга оказалась более успешной. Она сумела заработать почти 650 миллионов. Доход депутата Валентина Чикина составил почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. Виктор Заварзин заработал 4 миллиона 300 тысяч. Сергей Катасонов и Елена Афанасьева рядом не только в партии, но и по доходам. Каждый в 2012-м получил больше 8,5 миллионов рублей. Лидером по депутатским заработкам стала Елена Николаева. Ее доход превысил 45 миллионов рублей. 28 миллионов заработал ее муж. Еще раз добавлю, что это официальные цифры. Они опубликованы на сайте Государственной Думы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда вода прибывает, независимо от сезона и погоды, в дом номер 82 по улице Карагандинской паводок приходят несколько раз в год. Жители пятиэтажки говорят, их подвал просто не успевает просыхать. Владельцы квартиры уверены, причина коммунального бедствия в том, что Оренбургводоканал, дорожники и управляющая компания Оренбургская слишком халатно относятся к своим обязанностям. Оппоненты же склонны полагать, что в своих бедах виноваты сами жители дома. На чьей стороне правда, попробовала выяснить Екатерина Киселева. Вот видите, какая грязь. Вот она. Вот все. Вот прям он. Хлюпает здесь все. Сегодня здесь уже можно ходить. Пару дней назад можно было плавать. Этот подвал дома номер 82 улицы Карагандинской заливает как минимум раз в сезон. Вода до того поднялась, значит, ну, по колено. И вот смотрите, вот он щит. Вот вода. Вода была. Вот это видно. Вот видите. К такому коммунальному дискомфорту привыкнуть невозможно. Жители пятиэтажки, в основном пенсионеры, охрипли жаловаться. Уже просто не знают, к кому обратиться. Фундаменты все время влажные. Дом пойдет, начнет садиться. Влажность, это запах. Во-первых, это еще, как говорится, трубы эти потом в итоге гниют. И комары, и все это может кончиться плохо, потому что там всякие микроорганизмы размножаются. Электрика, слесаря, не задавешь туда. Он не хочет по колено в грязи ходить и обслуживать все это хозяйство. Почему дом периодически оказывается по колено в воде? У его жителей своя версия. Они полагают, что в их коммунальных бедах виноват вот этот колодец. Вернее, те, кто за него в ответе. Несколько лет назад улицу Восточную ремонтировали, он просел на целый метр. Его уровень подняли, но, по мнению бедствующих, не так, как следовало бы. Использовали не специальные кольца, а кирпичи и бордюрную плитку. По всей видимости, один из вот этих бордюров, злополучных, туда упал. И он сейчас закрывает возможность проход воды. Специалистам водоканала есть что возразить. Во-первых, колодец выстроен так, как того требуют правила. А во-вторых, к периодическим наводнениям он не имеет никакого отношения. Был засор, его устранили. Сегодня была повторная заявка. Колодцы пустые. Причина затопления, скорее всего, внутренней засор, внутренней системы канализации. Причина может быть единственное негерметичное соединение труб, не закрыт в ревизии. А кто в этом виноват? Управляющая компания, которая обслуживает дом. Во внутренний засор этот возмущенный и дисциплинированный отряд верить отказывается. Они обивают пороги управляющей компании Оренбургская с просьбой принять хоть какие-то осушающие меры. А вода все пребывает. Вот они сейчас ссылаются друг на друга. Дорожники ссылаются на водоканал, водоканал ссылается на дорожников. А ЖЭО, значит, и на тех, и на других. А мы, жители, страдаем. Екатерина Киселева, Вадим Ичаев. Наше время. Рассказать о своих проблемах всегда можно нашим корреспондентам. Они попробуют разобраться и помочь. Телефон редакции 310462. Детский отдых по новым правилам. Этим летом маленьких оренбуржцев готовится принять больше тысячи лагерей. В каком из них проведет каникул ребенок, родители смогут решать теперь сами. С этого года отдых и оздоровление будут оплачиваться специальным сертификатом. Родитель становится активным участником самого процесса оздоровления своих детей. В части выбора того учреждения, которое, на его взгляд, предоставляет наиболее качественную услугу летнего отдыха. Поэтому это сегодня должны понимать как родители, так и те учреждения, которые такую услугу оказывают. Ну, надо сказать, что от нововведений в восторг пришли не все. Многие руководители лагерей всерьез опасаются, что не смогут справиться с наплывом желающих. Они резонно полагают, что родители постараются устроить детей в первую очередь в самые лучшие учреждения отдыха. Уже сейчас в некоторых лагерях все места забронированы. На лето сейчас очень много заявок. Очень много. На лето, я даже не знаю, мы не сможем удовлетворить всех желающих. Заправки с комфортом. Компания «Башнефть» обновляет в Оренбурге свою сеть АЗС. На заправочных станциях теперь можно будет не только накормить свой автомобиль, но и подкрепиться самому. Одна из таких заправок уже открылась на улице Терешковой. Работу по обновлению АЗС компания «Башнефть» начала еще в прошлом году. Под этим брендом в области уже работают 15 автозаправок, принадлежавшие ранее «Руснефти». Помимо нового внешнего оформления, на заправках «Башнефти» планируется внедрение дополнительных видов сервиса. Например, уже сегодня можно заправить не только машину, но и подкрепиться самому. Новшество оценили не только водители, но и представители городской власти. По словам представителей компании, главное, в чем могут быть уверены автомобилисты, это в качественном топливе, произведенном уфимскими нефтеперерабатывающими заводами «Башнефти». Кроме того, компания обеспечивает многоступенчатый контроль качества нефтепродуктов на всех этапах движения от нефтяного завода до заправочных комплексов. Отгружаясь нефтебазой, проводится контроль качества в лабораторных условиях. Лаборатории все у нас аккредитованы. Кроме того, у нас была однодействующая передвижная мобильная лаборатория. В прошлом году приобретена еще одна мобильная лаборатория, которая позволяет в оперативном режиме приезжать и реагировать первое на какие-то поступающие сигналы по горячей линии, что кому-то не понравилось топливо. Мы сразу приезжаем, проверяем. С лета прошлого года АЗС «Башнефти» реализует топливо исключительно экологического класса «Евро-5». Компания отмечает, что благодаря качеству нефтепродуктов «Башнефть» сегодня стала брендом, который уважают и ценят автомобилисты многих регионов. Компания надеется, что Оренбуржье не станет исключением. В апреле на автозаправках «Башнефть» проводится акция «Сумасшедшие дни». Таким образом, компания решила отметить начало работы своих АЗС в регионе. Екатерина Тихоненко. Наше время. Кому доверить установку счетчика? На подъездах домов Оренбурга появились объявления о том, что некая специализированная компания предлагает свои услуги по установке счетчиков на газ. Неизвестной фирмой заинтересовались в прокуратуре Центрального района. Там выяснили, организация работает с нарушениями. Подробнее Екатерина Платонова. Слесарь по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования Оренбургоблгаза при проведении ТО выявил грубейшее нарушение правил установки счетчика на газ. К сожалению, в последнее время подобная ситуация возникает все чаще. Виной тому действия некой организации, которая пропагандирует свои услуги по установке приборов учета газонаселению. При этом фактически не имея статуса газораспределительной, не обладая аварийно-диспетчерской службой. Все эти технические тонкости пенсионерки Лидии Косаревой ровно счетом ни о чем не говорят. Она поняла только одно – счетчик надо переустанавливать. Хотя фирма, предлагавшая свои услуги, показалась ей серьезной. Пришла такая солидная женщина, солидно одетая. Говорит, я, ну в общем, тем более по радио, ведь ставьте счетчики, ставьте без конца. Я узнала, конечно, цену, потому что пенсия маленькая. О действиях этой фирмы население информировали. Прокуратура Центрального района Оренбурга в отношении данной организации возбудила дело. Об административном правонарушении. Пенсионерка хотела сэкономить, а получилось наоборот. Итог печален. Собственник квартиры берет на себя серьезную ответственность и реальный риск. Самое главное то, что в такой ситуации возможно воспламенение. Соответственно, разгерметизация и все остальное, или инциденты, или же достаточно серьезная аварийная ситуация. Ко всему прочему, фирмы, размещающие объявления о своих услугах на подъездах, горожан умалчивают, что при отсутствии технической возможности, как, например, в этой маленькой кухне, согласно приказу Министерства регионального развития России, счетчик можно не устанавливать. Это закон. Ровно как и то, что работами на действующих газовых сетях могут заниматься только газораспределительные организации, коими частные фирмы, естественно, не являются. Сегодня в области такие полномочия возложены только на одно предприятие – компанию «Оренбургоблгаз». Екатерина Платонова, Вадим Доминов. «Наше время». Сейчас о том, что интересного в мире спорта. Оренбургский боксер выиграл золото спартакиада учащихся России. Очередной этап соревнований завершился накануне в Пензе. Оренбуржец Павел Журавлев выступал в весовой категории до 52 килограммов и в жесткой конкурентной борьбе сумел завоевать золотую медаль. За спортивными событиями следит Сергей Тыщенко. Он готов поделиться последними новостями. Компания «Спортпроект» – лидер по пошиву спортивной одежды на территории Оренбургской области. Мы экипировали более полутора тысяч команд. В нашем каталоге 100 моделей спортивной формы и костюмов из 40 цветов ткани. Собственное производство, короткие сроки, выгодные цены. Компания «Спортпроект» – ваш партнер в мире спорта. Новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Все на стадион в этот четверг возобновляется первенство страны по футболу среди команд второй лиги. А троицкая «Ност» весеннюю часть чемпионата начинает дома. 18 апреля «Красно-Белые» будут принимать на стадионе «Металлург» дубль казанского «Рубина». Судя по турнирным раскладам, «Рубиновые» перед отчетной встречей с «Ностой» выглядят фаворитами. Казанцы идут в чемпионате на девятом месте. Новотрайчане с 11 баллами пока располагаются на 13-й строчке. Лидируют в дивизионе «Урал-Поволжье» Оренбург и Тюмень. «Газовик» заключительный этап чемпионата также начинает дома. Соперник «Синебелых» «Спартак» из Йошкар-Алы. Поединок лидера и отсадера турнира пройдет в этот четверг в Ростышах. Несмотря на явную разницу в классе, закидывать шапками Оренбуржцы «Спартаковцев» не намерены. «Газовики» предельно сконцентрированы на результате и планомерно двигаются к намеченной цели. Настрой у нас боевой и задача всем понятна, задачу мы хотим выполнить. По команде провели 4 сбора, один здесь, три заграничных. Команда хорошо готова, самое главное, что все живы-здоровы, все в строю. Мы все сборы прошли без травм и все в боевом настроении. И пока это все новости спорта. До встречи. На каждом городском рынке обязательно есть место, где торгуют мясом. Продавцы хвалят свой товар и подробно сообщают покупателю всю интересующую информацию. Покупатель делает выводы, основываясь на мнении знакомых, рекомендациях продавца и на собственном опыте. Какие критерии для вас важны при покупке мяса на рынке? Качество мяса. То есть, если мясо хорошее качество, оно немножко разрез, получается немножко серовато-красным цветом. То есть, это без всяких добавок, ничего. Свинина от фермы «Вишневская» практически полностью удовлетворяет все требования потребителя. Оренбургская ферма, высочайшая санитарная безопасность, отсутствие антибиотиков в мясе, собственный комбикормовый завод. Информацию о ферме и ее продукции легко найти в прессе и даже в интернете. У фермы есть свой сайт. Но как найти свинину на рынке простому покупателю? Ферма «Вишневская» делает все для того, чтобы ее качественная продукция оказалась на столе оренбуржцев. Покупая мясо, обратите внимание на то, что каждая точка продаж на рынках «Славянский», «Север», «Горизонт», «Торжок» имеет фирменное оформление, которое ярко выделяется среди других. Кроме этого, продавец мяса будет одет в яркий фартук с логотипом фермы «Вишневская». Все эти условия сообщают вам о том, что вы приобретаете качественную свинину, выращенную на оренбургской ферме. К тому же, вы всегда можете потребовать у продавца соответствующий сертификат. Спрашивайте свинину от фермы «Вишневская» на рынках города и будьте уверены, в исключительном качестве мяса. Мясо в упаковке от фермы «Вишневская» вы всегда можете купить в фирменном магазине на улице Чкалова, 55. В конце об отключениях городские электрические сети сообщают о том, что в среду с 9 до 17 часов жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Это связано с ремонтными работами. Перебои со светом завтра возможны и в пригороде. Уточнить информацию можно по телефону 56 83 38 или 98 48 48. Таким был вторник. Смотрите «Наше время завтра». Узнать о том, что происходит в городе и регионе, можно также на сайте 56 urb.ru. До свидания. Новый салон «Шторг Стерх» на Карагандинской 72А. А в салонах на 8 марта 21 и на Пролетарской 25 приятные сюрпризы для покупателей.